Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... А теперь перейдем к упражнению. Я нашла, опять же, из книги Advanced English Grammar in Use. Есть такая книжечка. И здесь вроде бы как нужно составить, как я понимаю, структуры с should и bear infinitive, или же should и пассивный infinitive. Be plus pass, participle. Это есть пассивный infinitive. Я немножко усложню себе, наверное, задачу и буду договаривать, уже писать, наверное, не буду, но буду договаривать еще структуру subjantive one. Ибо здесь как бы не требуется subjantive one ставить, но поскольку структура should ему ближайший родственник, поэтому предполагается, что мы как бы should пишем, а subjantive one держим в уме. Итак, первое предложение. Lee said... Ага, это, по сути, прямую речь надо перестроить в косвенную. Ну и прекрасно. Кстати, эта тема тоже сродни косвенной речи. Так, значит, Lee said... I think it's important to expand business in South America. Lee сказала... Думаю, что это важно, расширить бизнес в Южную Америку. Что же мы имеем в полученном предложении? Lee felt... Обратите внимание, что said изменилось на felt. Ну, почему бы и нет? В принципе, это можно делать. Можно и said было оставить как есть, ничего в этом такого нет. Дальше у меня в любом случае появляется said. Вот это очень важно. Далее. Обратите внимание, что все эти... I think... It's important... Это все вылетает из предложения. Почему? Потому что у меня стоит should. А should носит рекомендательный характер. Поэтому все вот эти... I think it's important... Это воплощение... Воплотилось все в should. Should обязательно должно быть. И дальше у меня огромное... Огромезное просто подлежащее. Так, дальше у меня пассивный инфинитив. Вот это passive infinitive. Be plus past participle. Вот эта структура. Вот она здесь. Это passive infinitive. И обратите внимание, что он без to. Почему? Да потому что после shoot to не ставится. Теперь, если бы... Если бы мне пришлось говорить это же предложение в subjunctive one. Как бы я это сказала? Да я бы сказала все то же самое, если я выбросила бы should. Lee felt that business in South America be expanded. Все. Should просто выбросить и имеем subjunctive one. Ладно. Посмотрим дальше. Lee said, Mara Bianchi would make an excellent export manager. Let's promote her. Lee сказала, что Mara Bianchi, значит, из нее получится отличный менеджер по сбыту или по экспорту. Давайте ее продвинем на эту должность. Значит, Lee urged, предложила... У меня замена. О, здесь везде замены. Даже глаголы думать не надо. Это как приятно. Так. И дальше мне надо поставить that. Это обязательно. Я его ставлю. Дальше я переговариваю мое подлежащее. Значит, Mara Bianchi. Это будет у меня. Ибо это главный герой моего подчиненного предложения. Дальше у меня возникает вопрос, куда же... Стоит ли вот эти все слова ставить? Вот это let's. Мне явно это надо все соединить в одно предложение. Значит, какое слово здесь главное? Что она предлагает? Она предлагает продвижение человека по службе. Мне вот это слово интересует. Promote. Это мой кандидат на инфинитив. Дальше. Promote. Значит, так, в принципе, would make. Это вылетит. Это явно не в тему. Так. Продвинуть ее на должность экспортного менеджера. Вот что-то в этом духе. Excellent. Тоже вылетает. Это все ее личные размышления. Let's тоже вылетает. Мы should сейчас поставим. Итак, Mara Bianchi. Should. Дальше я ставлю. Be. Это passive-infinity. Полная аналогия того, что было в предыдущем предложении. Promoted to export manager. Артикль не ставлю, потому что это должность. Вот таким вот образом. Такая вот получилась мысль. Если мне нужно было бы поставить subjunctive one, что бы я сделала? Я бы сказала все то же самое. I only urged that Mara Bianchi be promoted to export manager. И все. И дело сделано. Ладно. Третье. Alice said it would be valuable for us to send a sales representative to South Africa. Alice сказала, что было бы ценно для нас послать торгового представителя в Южную Африку. Alice порекомендовала послать представителя в Южную Африку. Значит, что я делаю? Опять же, все то же самое. Я опять ставлю that. That. Я поставлю другим цветом. That. Далее, у меня задача понять, что же оставить, что выбросить. It would be valuable for us to send a sales representative. Так, о ком идет речь? Речь идет о Южной Африке и о торговом представителе. Но действие производится над торговым представителем. Поэтому это мое подлежащее. Значит, a sales representative. Вот оно. Здесь самое главное вычленить нужные слова и убрать второстепенные. Далее, какое здесь главное действие? Главное действие у меня to send. Вот оно. И поэтому я помню, что мне надо should обязательно поставить. Я его, конечно же, ставлю. Should. И поскольку sales representative ничего не делает, его пошлют. Поэтому у меня будет, естественно, passive infinitive. Should be sent to South Africa. Дальше все, что осталось. Вот таким вот образом. Следующее. Alice сказала, что проект Deliver Bridge следует закончить до августа следующего года. Значит, Alice сообщила. Ну и что, что сообщила? Какая разница? У меня все то же самое. У меня опять будет that. Далее. У меня опять же будет... Мне надо найти свое подлежащее. Где же оно? Так, значит, Deliver Bridge Project. Так, над чем производится действие? Над проектом. Поэтому вот это мое подлежащее. Дальше стоит ought to be. Естественно, оно вылетит. Вернее, ought to вылетит. Дальше у меня be completed. Это мой инфинитив. Значит, я записываю the Deliver Bridge Project. Дальше мне обязательно надо модальный глагол. Я его ставлю. Это будет should. Дальше мне надо найти свой инфинитив. Да, вот же он стоит. Готовый. Даже ничего думать не надо. Should be completed. А дальше все, что осталось. By August next year. Вот это дело. Вот сюда его. Здесь оно должно стоять. Итак, что бы произошло, если бы я здесь поставила subjuntive one. Да все то же самое, только should бы вылетело. Было бы так. Неллис reported that the Deliver Bridge Project be completed by August next year. Вот и все. Дело сделано. Следующее. Саймон сказал, что жизненно важно придерживаться наших рабочих графиков. Саймон настаивал на обязательном придерживании, скажем так, рабочих графиков. Ясно, что так говорить нельзя, поэтому ставим that сразу же после incestive. Дальше мне надо найти подлежащие. Опять все то же самое. Та же самая техника. Так, что у нас здесь? Здесь, на первый взгляд, странно. Здесь и тесть стоит. Это явно безличное предложение. Что же мне делать? Значит, я в таком случае смотрю, о чем вообще шла речь в предложении. В предложении шла речь о рабочих графиках. И поэтому здесь произойдет такая метаморфоза. Здесь из актива перейдет в пассив. That. Дальше our work schedules будет. Или будет правильно сказать не our, наверное, а the, потому что это косвенная речь. Как-то было бы странно. Я напишу their work schedules. Так, it is вылетит, vital вылетит. Так, мне надо, естественно, поставить should сразу после подлежащего. А дальше где-то найти инфинитив. Где он? Естественно, это вот эта структура. И единственное, мне нужно ее трансформировать в пассив, потому что у меня пассив получается в моем предложении. Be kept. И можно поставить to. Вот таким вот образом. Что будет, если поставить present subjunctive? Или subjunctive one, правильнее говорить. Simon insisted that their work schedules be kept to. Вот и все. Далее Simon said I'd like all monthly reports sent to me directly. Simon сказал, что я хочу, чтобы мне немедленно и непосредственно переслали месячные отчеты. Simon instructed, значит, проинструктировал, скорее всего, присутствующих, прислать ему отчеты. Что у меня здесь? Да, все то же самое. Хотя здесь можно сделать два варианта. Здесь можно сделать active и можно сделать passive. Давайте сделаем active для разнообразия. Значит, ставим that, естественно. Дальше. I'd like all monthly reports sent to me. Значит, здесь он обращается к коллегам, по-видимому. И поэтому было бы логично сказать, что that you should send me all monthly reports directly. Вот что-то в этом духе. Я так и напишу. Рискнем. Посмотрим, что у нас получится. that you. Дальше я ставлю should. Или they можно было бы поставить, потому что здесь косвенная речь. Поставим they. А дальше поставим инфинитив. Send. Самый обычный present инфинитив. All monthly reports. Дальше все то же самое. Дальше to him и так далее. Directly. Если, допустим, я не хочу такую фразу, я хочу пассив. Что у меня будет? В таком случае у меня будет такая вещь. Значит, Simon instructed. Дальше я опять ставлю that. Это не изменяется. И дальше я начну с того, над чем делается действие. Здесь действие делается непосредственно над monthly reports. Поэтому это и будет мое подлежащее. Дальше я ставлю should. А дальше я ставлю инфинитив. Но он уже будет пассивным. Should be sent. И дальше все остальное. To him directly. То есть, как видите, во втором варианте больше слов. Но зато он красивее. Ладно, посмотрим дальше. Elena said, perhaps we could use web conferencing for meetings to save money on airfares. Значит, она сказала, вероятно, мы могли бы использовать веб-конференции для совещаний. Чтобы сэкономить деньги на авиабилетах. Elena suggested. Опять дальше ставим that. И дальше все то же самое. Perhaps state. Это все вылетит, потому что это никакого смысла не имеет. Это просто ее рекомендации. И дальше я думаю, что здесь есть смысл поставить active. Вместо we у нас будет they стоять. Да, пожалуй, здесь будет they. That's they. А дальше я ставлю модальный глагол. Should. А дальше абсолютно переписываю все вот это дело сюда без всяких изменений. Получается, Elena suggested that they should use web conferences for meetings to save money on airfares. Что было бы, если бы я поставила subjunctive one? Да все то же самое было бы. Единственное, should бы вылетело. И у меня получилось бы, Elena suggested that they use web conferencing и так далее. И так далее. Далее. Elena said our head office must remain in London. Elena declared. Опять же that. И дальше. Their main office. Здесь очень интересная штука, потому что здесь появилось must. Ну и пусть оно себе появляется. Ничего страшного. Ничего страшного. Эта структура может употребляться и с приказами. Все равно у меня будет should в моем предложении, как ни крути. Это правило. Его надо придерживаться. И дальше инфинитив. Remain in London. Или если это будет subjunctive one, то and declared that their head office remain in London. Всего-навсего. Далее. Nathan said it's okay for us to sponsor the European Chess League for the next three years. Nathan сказал, в общем, что нормально для них спонсировать какую-то европейскую шахматную лигу в течение последующих трех лет. И так, все то же самое. Nathan agreed that. И дальше. It's okay, естественно, вылетит. Я ищу подлежащие. Я думаю, что здесь дело в том, что комплекс с инфинитивом стоит, поэтому немножко хитро все. Но в любом случае это все вылетит. As превратится в they. That they. Это косвенная речь, поэтому третье лицо. И дальше should. Как видите, когда мы ставим структуру should или subjunctive one, у нас стирается разница между, допустим, приказами и просьбами. Вроде бы как их не видно. Это показывает на все вот эти вот must, ought to, там еще чего-нибудь, it's okay, perhaps. Это все отражается в моем глаголе. Поэтому он и меняется. Здесь said везде стоит, это довольно-таки пресно. Но обратите внимание, сказуемое в основном предложение меняется. И поэтому здесь то agree, то declare, то suggest, то order, то еще чего-нибудь. Вот это, собственно, и отражает эмоциональный вот этот вот оттенок такой в предложении. Потому что он исчезает в моем подчиненном. They should. Так, что там дальше? Sponsor. И дальше все вот это дело переписывается сюда. Если бы это был subjunctive one, было бы Nathan agreed that they sponsor the European Chess League for the next three years. И последнее, наконец-то. Nathan said, in future, all claims for travel expensive are to be made in US dollars. Итак, Nathan announced. Дальше опять ставим that. Дальше. In future я выброшу, это не суть важна. Так, здесь у нас are to be. Не ведитесь, это у нас модальный глагол. Значит, где же мое подлежащее-то? Ага, вот оно. All claims for travel expenses. Оно такое длинное. Ну, что делать? Я могу поставить in future, могу выбросить. Это по желанию пользователя. Я его поставлю. Ладно. In future. Дальше. В любом случае у меня будет shoot. А дальше у меня passive infinitive. What on be made in US dollars. Вот таким образом. Если бы был subjunctive 1, было бы Nathan announced that all claims for travel expenses in future be made in US dollars. Вот таким вот образом. Вот такое упражнение. Оно достаточно однообразное, немножко скучноватое, но как бы там ни было, очень интересно. Во-первых, разнообразие глаголов в первом предложении. Я почти не обращала на это внимание, но вы можете обратить. Ну и, как видите, структура достаточно простая. Ничего такого не происходит. С одной стороны, это перекликается с темой косвенной речи. С другой стороны, это перекликается с темой модальных глаголов. И по факту это present subjunctive или subjunctive 1, правильно говорить. Потому что present subjunctive – это немножко не точно. Вот такое вот упражнение. Скриншот этого упражнения, если у вас нет книги, будет по ссылке в описании видео. Равно как и ссылка на теорию, также стоит в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!